Как сохранить семейное благополучие и поддержать родителей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации? Что нужно сделать, чтобы трудных подростков было как можно меньше, а случаи насилия над несовершеннолетними из привычных перешли в разряд экстраординарных? Эти вопросы были в центре внимания участников международной конференции «Комплексный подход в социальной работе с семьей и детьми», которая завершилась сегодня в Волгограде. В течение двух дней представители 12 регионов России и детского фонда ЮНИСЕФ обменялись опытом по организации профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. С подробностями Людмила Кухарева. Статистика неутешительна. 3000 семей в Волгоградской области из-за разряда неблагополучных. А это значит, что родители пьют, употребляют наркотики, бьют и совсем не занимаются своими детьми. Таких примеров становится все больше. Как предупредить социальное сиротство и помочь ребенку найти себя в жизни? Этим обеспокоены взрослые, которые не только по долгу службы, но и по призванию занимаются охраной материнства и детства. В первую очередь нужно общаться с такими детьми, потому что они должны видеть, что они не выброшены, что о них знают, о них помнят и им будут помогать. Объединимся ради будущего призывает Международный детский фонд ЮНИСЕФ. А это значит, нужны совместные усилия многих специалистов – педагогов, медиков, психологов – в решении проблем неблагополучных семей и социального сиротства. Все работают вместе. Вместе работают врачи, вместе работает социальная защита, вместе работают люди, которые занимаются юридической защитой, прав ребенка. И это, конечно, дает результат, потому что это создает совершенно другое поле. Такой межведомственный подход как раз и предлагает Волгоградская область, отметили организаторы конференции. Во многих социальных учреждениях региона уже реализуются комплексные проекты, направленные на поддержку семей, женщин и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Например, в Среднеоктубинском районе в этом году открылись комнаты коррекционной помощи. Их деятельность направлена на профилактику жестокого обращения с детьми. На территории этих комнат специалисты, педагоги и психологи оказывают консультативную помощь, педагогическую, психологическую. Мы проводим развивающие мероприятия, которые помогают обучать родителей безнасильственным методом общения с детьми. Наш проект направлен на раннюю профилактику случаев жестокого обращения с детьми и на выявление таких случаев в той стадии, когда может помочь еще педагог и психолог. Особое направление региональной социальной политики – помощь семьям с детьми, которые имеют проблемы со здоровьем. Так уже успешно реализуется программа «Поверь в себя». Она помогает в трудоустройстве неработающих родителей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. А в следующем году в регионе стартует новый масштабный проект «Доступная среда для инвалидов». Вы знаете, что инвалиды ограничены и в передвижении, и в зрении, для того, чтобы они могли посещать, работать, посещать так же, как мы с вами все, так сказать, культурные программы, ну, развиваться, общаться с интернетом. То есть это все связано для того, чтобы наши инвалиды активно участвовали в обычной жизни России. Конференция по проблемам семьи и детей проходила на четырех базовых площадках. Участники семинара из 12 регионов страны познакомились с опытом работы по профилактике неблагополучных семей в Городищенском, Среднеохтубинском, Красноармейском и Краснооктябрьском районах Волгограда. И теперь будут использовать наработки в собственной деятельности.